Более двухсот человек собрались в этот день у входа на Аллею Славы. Среди тех, кто пришел отдать дань памяти воинам, защищавшим интересы государства за его пределами, были исполняющие обязанности главы Ленинского района Алексей Спаский, заместители главы администрации муниципалитета, юнормейцы, курсанты школы милиции и рядовые граждане городского округа. Началась торжественная церемония с гимна Российской Федерации. Афганская война стала самым длительным и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. Службу в Афганистане прошли более 620 тысяч военнослужащих. На территории Ленинского городского округа проживает 185 воинов-афганцев, а всего среди наших земляков более 900 участников боевых действий за пределами Отечества. Слова бесконечной благодарности тем, кто сражался, тем, кто не вернулся. Мир не стоит на месте, и уже сегодня российские солдаты и офицеры в Сирии в других горячих точках исполняют свой долг. Они иногда ценой собственной жизни защищают наше спокойствие. Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» объединяет воинов-интернационалистов, людей, которых связала общая военная судьба. Председатель Ленинского районного отделения этой организации Николай Орлов зачитал собравшимся обращения Бориса Громова, того самого легендарного генерала, который руководил выводом советских войск из Афганистана. Спасибо вам за то, что вы сделали. И делайте для нашего Отечества, для нашего народа крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С уважением, председатель Всероссийской организации «Боевое братство», герой Советского Союза Борис Всеволодович Громов. Закончилось мероприятие «Минутой молчания» и возложением цветов к памятникам матери и воинам-интернационалистам. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Продолжение следует...